Экспозиция возвращает зрителей во времена, когда чай мерили фунтами. Лучшим подарком девушки была книга рецептов Елены Малаховец. А волосы укладывали вот такими плойками и утюжками. Хочешь локоны или прямые, а этот вариант для эффекта гофре. Женские аксессуары в прошлом выглядели словно произведение искусства. К примеру, пресс-буке. В него вставляли живые цветы и благоухая шли на бал. А в этой витрине предметы рукоделия. Когда не было смартфонов, женщины проводили вечера за чтением и вышивкой. Гладью, крестиком и мельчайшим бисером. А вот в более ранний период ниточку вощили, опускали в воск, она становилась тверденькой. И через эту ниточку пропускали через бисеринку. Затем одевали иголочку, делали стежок на ткани. Снимали иголочку, надевали новую бисеринку. И так нужно было сделать много тысяч раз, прежде чем получался какой-то предмет. Представляете, насколько надо быть искусной, сколько нужно иметь терпение. Вот отсюда и корни терпения наших русских женщин. Особенно интересны высказывания сильных мира о равноправии и в целом предназначении женщин. Вот, к примеру, Добролюбов. Женщина почти всегда имеет такое же значение, какое имели паразиты в древности. Она вечно должна жить за чужой счет.